Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена. Я рассказываю вам о разных моментах жизни Виталии. И сегодня я хочу поговорить с теми, кто участвует в санатории и кто никак не может дождаться, когда же наконец-то получит его документы. Вот все как-то вот зависло, непонятно, что происходит, непонятно, почему не двигается. Все требуют от квестур каких-то действий и говорят, что очень плохая система. А на самом деле я вижу, как квестуры забиты горами документов, горами этих практик, которые невозможно сдвинуть и ничего с ними невозможно сделать, потому что они саботируются другими людьми, с другой стороны. И именно вы можете разобраться и помочь к истории, чтобы наконец-то ваша практика получила развитие событий, чтобы наконец-то вы получили permesso di sojourno. Помните, что если вы участвуете в санатории, то только вы на самом деле знаете, как это важно, только вы на самом деле будете это хорошо контролировать и только вы можете это отслеживать. Всем другим, по большому счету, на это не то что наплевать, а даже очень часто бывает так, что они немножко саботируют. Сейчас мы проговорим, почему и когда саботируют на разных этапах. Итак, первое, чаще всего стопориться на этапе префектуры, в тот момент, когда проверяют работодателя. Работодатель чаще всего подал на вас под давлением обстоятельств, он не очень-то и хотел вас легализировать, но так получилось, немножко мы идем, немножко катанем, подал наконец этот запрос. И когда префектура требует каких-то дополнительных данных, префектура вот открыла вашу практику, этого не хватает, этого не хватает, этого не хватает и пишет этому работодателю. Работодатель получил вот это письмо от префектуры, ничего вам не сказал или сказал даже, но не хочется разбираться, потому что написано юридическим языком, поэтому, ой, непонятно что, зачем читать, зачем пытаться понять, передает это своему бухгалтеру. У бухгалтера точно такая же ситуация. У бухгалтера есть какие-то операции, которые он делает каждый день, и названия которых он знает. А тут пришло какое-то письмо, спрашивают что-то странное, и бухгалтер так откладывает эту бумажку, думает, я потом о ней подумаю. Потом не наступит никогда, потому что у бухгалтера горят сроки по НДС, горят сроки по каким-то его операциям, которые он должен сделать. И я точно знаю по себе, что даже когда мы делаем какие-то вещи для людей за деньги, которые платят заказчики, то есть ответственность несравненно выше, мы заинтересованы, чтобы это было быстро. Приходится каждый раз отзванивать не только всем бюрократам, которые работают, а и нашему бухгалтеру тоже. Он тоже человек и тоже забывает, поэтому все-все-все нужно периодически прям по списку контролировать, писать, звонить и все такое. Поэтому бухгалтер же забудет. То есть если вы не проследите за этим, не будете требовать, не будете напоминать, так это все и погибнет. Еще бывает, что сам работодатель даже не передает бухгалтеру. Он получает вот эту бумажку и думает, ой, как неудобно, не буду я ничего делать, а вдруг рассосется. Это очень смешной способ поведения, но часто он бывает так, что его очень часто применяют. Особенно если боданты нужен был для очень пожилого родителя, зачем вот этим всем заниматься. И поэтому итальянцы тихонечко откладывают это тоже с намерением завтра-послезавтра разобраться. Но завтра нужно одно, послезавтра другое, через два дня еще что-то, и он просто благополучно забудет через неделю об этом всем. И третий случай какой бывает. Бывает, что вы уходите от работодателя, и работодатель разозлится и специально закрывает практику. Вот он пишет, мне не нужен больше этот сотрудник, я намерен закрыть. И тогда присылает префектура в ответ, присылает такой ответ, что да, мы закрыли практику по просьбе работодателя. И в конце есть такая приписка. Остаемся в вашем распоряжении для дальнейших информации. И тогда вам, как человеку, который участвует в санатории, иммигранту, нужно быстро-быстро действовать. Не делать вид, что ничего не случилось, не ждать, когда само рассосется, а быстро действовать. Точно так же открывать ПЭК и через ПЭК писать. Обязательно идти в КАФ, идти в любое сервисное агентство. И через ПЭК писать в вашу префектуру. Уважаемый префект, я участвовал в санатории, мой работодатель отказался, потому что разозлился на меня и хочет сделать коттеверию, хочет сделать специально мелкую пакость. Я вас прошу, не закрывайте, пожалуйста, санаторию, выдайте мне, пожалуйста, ВНЖ временные для поиска работы. А еще лучше, если вы найдете уже другого работодателя, и тогда вы можете официально ссылаться даже на закон. Вы можете ссылаться на черкулары номер 3625-2021 от 11 мая 2021 года, который гласит о том, что другой работодатель имеет право войти в эту ситуацию, дать вам работу. И тогда санатория будет продлена, вы будете продолжать участвовать в санатории, и вам будет выдан Пронесо Ди Соджорном. Поэтому обязательно, обязательно делать, не ждать, обязательно как-то реагировать. Теперь, какие вопросы, какие сложности могут появиться на этапе префектуры? Чаще всего не хватает идунаита лоджатива. Как только итальянец получает документ о том, что нужна идунаита лоджатива, он очень часто путает это с названием аджибилита. Потому что аджибилита – это заявление о том, что квартира пригодна к что-то жилое помещениям. А поскольку очень часто бывают нарушения разные в строительстве, и этот итальянец понимает, что на его дом невозможно оставить сертификат аджибилита, или они уже нахулиганили и что-то нарушили, и тогда этот итальянец либо пойдет в муниципалитет просить сертификат аджибилита, который вам не нужен. Это совсем другое. Либо будет сидеть тихонечко, затаившись, потому что понимает, что нахулиганили, что дом не соответствует нормам, и что этот сертификат никогда не получит. И будет сидеть, надеясь на то, что может вы уйдете, может вас как-то так заставить работать день и ночь, и вы сами не захотите. А может еще что-то случится. Будет всячески-всячески как-то вот саботировать эту ситуацию. Поэтому нужно проговорить, если приходит какой-то документ, нужно почитать и проговорить. Если там написано «Иду на это а лоджатива», то вы смотрите ролик номер 72, который объясняет, что такое «Иду на это а лоджатива». Это очень просто, делаете буквально сами на коленке. Там есть модули, можете все скачать и помочь этому итальянцу. Точно так же ему объясняете, что ничего не надо, это все очень просто. Даже если есть нарушение, неважно. И помогайте ему получить вот этот сертификат. Еще очень часто не хватает декерацион и диоспиталита. Точно так же итальянец может думать, ой, не знаю, что это такое, не знаю, как это сделать. Есть ролик номер 278, там модули все точно так же. Скачиваете, сами разбираетесь и помогаете итальянцу разобраться в том, что такое декерацион и диоспиталита. Там просто нужна подпись, готовые модули, он ставит подпись «Владелец квартиры». Все, ничего особенного. И еще бывает так, что неправильно указали количество рабочих часов, и префектура требует креджеры. То есть, исправить количество часов тоже ничего особенного для этого не надо. Идете в ближайший КАФ. КАФ это делает бесплатно. КАФ напишет коротенький договор между вами и работодателем, либо сообщит ВИМС. Но это тоже очень просто сделать. Не ждите и не позволяйте вашему работодателю отлыновать. Просто потому, что для вас это важнее. Поэтому кто, если не вы, должен позаботиться об этом всем. Если ваша практика прошла проверку префектуры, начинается проверка ИТЛ, исподторату делавору. Это самый мерзкий этап, и на нем застревает самое большое количество запросов на участие в санатории. Потому что исподторату делавору считают доходы работодателя. Считают чистые доходы, считают по-разному, что-то могут считывать, что-то могут не считывать. И очень часто оказывается, что доходов работодателя не хватает. Когда приходит запрос о том, что не хватает доходов работодателя, то у вас есть два выхода. Первый выход – это принести все доходы всех членов семьи. Внуков, правнуков, всех, кто прописан рядом, всех, кто хоть как-то каким-то боком участвует. Все это принести в исподторату делавору, донести, дослать по ПЭК, звонить им и говорить, что вы дослали по ПЭК, для того, чтобы это не потерялось, для того, чтобы это все было. И есть шанс, что вам пересчитают и примут, что этот доход достаточен, для того, чтобы человек мог платить вам зарплату. Итак, есть нота 21 апреля 2021 года, номер 3020, которая говорит, что если работодатель не намерен продлевать контракт или заключать новый, то департамент не считает возможным выдать вид на жительство для ожидания работы. То есть поссорились с работодателем, не годится он, не хочет, уходит, уволились вы сами, что-нибудь случилось, тогда считается, что вам невозможно выдать permesso di sojourno. Но есть следующая черкулара номер 3625, которая была принята после 11 мая 2021 года. И она говорит о том, что может войти другой работодатель, который согласен вас взять на работу. И тогда ваша санатория будет продлена, и тогда вам будет выдан вид на жительство, потому что есть субэнтро и нового дотора делавору. Поэтому не сидеть, не ждать у моря погоды, понимать, что вы можете повлиять, ускорить и все перепроверить. Просите у работодателя вашу квитанцию, с этой квитанции пишите, звоните, либо идете сами в префектуру и спрашивайте в префектуре, что происходит. Если префектура написала какое-то письмо, какие-то требования для вашего работодателя, а он затаился, то префектура выдаст вам копию этого списка, и вы можете проследить, помочь работодателю собрать эти документы, либо найти другого работодателя, который будет больше готов сотрудничать. Вот и все. Все очень-очень просто. Делитесь, пожалуйста, этим роликом. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что еще вам было бы интересно разобрать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и оставайтесь со мной. Всех обнимаю. Пока-пока.